называется четыре дня не были на даче смотрите это вот я сейчас все срезала это у нас огурцов столько выросла и там еще много-много маленьких на выходных придем еще собирать и цукини тоже смотрите большие уже но это однозначно буду уже консервировать всем привет вот так неожиданно радует наша дача нас большими урожаями в прошлом году мы тоже цукини у нас ну часто были такого большого размера то что то мы не знали что их нужно срезать маленькими потом не всегда приходили в тот момент когда можно их срезать и в прошлом году я делала из них консервацию и все равно было вкусно потому что цукини это не кабачки у них более тонкая кожица и не нужно не чистить ничего и сейчас из этих больших цукини которые я срезала я уже сделала салат на зиму теперь жду дальней дальше урожай потому что буду делать еще другой салат вообще в связи с тем что у нас очень много цукини я пробую разные рецепты и что логично достаточно часто и готовлю и я хотела спросить интересно ли вам что я делаю и как хотите ли вы чтобы я сделала какое-то видео с рецептами с рассказом или там как во время готовки в общем напишите в комментариях буду ждать с нетерпением ваш ответ в остальном у нас на даче все хорошо сейчас мы пришли полить собрали опять огурцов несколько их я консервировать не буду кто спрашивал нет огурцы мы кушаем свежими они у нас вкусные не горчат все хорошо и мы кушаем постоянно именно свежими не буду я солить их на зиму ничего такого ну слатики конечно тоже мы с ними делаем давайте переключимся на огород отсюда смотрите все прям такое зелено большое ну в принципе особо ничего нового единственное что огурцы уже отходят начинает листва засыхать помидоры еще не покраснели вот этот кабачок разросся по поводу того что это тыква нет это не тыква несмотря на то что она пускает плети да если честно я даже и не знала что кабачки их не пускают но я разрезала те которые мы собрали и они не оранжевые и ну да по мякоти полностью видно что это кабачок сегодня я буду на ужин готовить их сделаю фаршированными и это решит их судьбу если нам понравится и будет вкусно то мы вырастим на семена и попробуем посадить следующем году как бы даже если вырастут страшные монстрики ну по крайней мере мы проверим да буду надеяться что если будет вкусно то мы оставим семена и будем надеяться что из них вырастет то же самое по поводу семян тоже хотела спросить что насчет тыквы опять же мне в комментариях спрашивали что почему когда сажают кабачки вырастает все равно что-то подобие цукини я так понимаю что сорта потом если они гибридные или как-то выведены то из семян они уже получаются вырастает совсем другое у нас цукини выросли как и в прошлом году вкусные с окрасом все точно то же самое но тыква пойдемте покажу тыкву в прошлом году у нас были оранжевые крохи а сейчас у нас очень очень большая и как я понимаю она еще не доспела и она большая у нас в прошлом году таких больших совсем не было а ведь она еще будет расти и здесь еще есть одна смотрите она вовсе зеленая я не знаю почему можно ли ее вообще кушать почему она зеленая и выглядит иначе ну как бы да напишите может у кого-то тоже такое было может действительно у нас получился из прошлых семян какой-то другой сорт но мы пока оставим эту большую я еще не хочу ее собирать мне кажется она недоспевшая и кушать ее рано и когда мы в прошлый раз пришли на дачу у нас тут был незваный гость черный котик или кошечка не знаю сидел так спокойно у нас на участке но конечно когда мы заходили он уже сразу же ушел не знаю даже откуда он соседский ну скорее всего соседский потому что бездомных кошек германии крайне мало поэтому вероятно кто-то из хозяев приехал и котик спокойно гуляет по участкам вот собственно все вот это все новости все что я хотела вам показать рассказать будет сегодня такое достаточно короткое видео спасибо что посмотрели я желаю вам всего хорошего до следующей недели пока пока вот они паразиты смотрите мы не кормим кушать нечего гуляют теперь по огороду это наши медведки лаза тут вот даже не нужно куда-то в землю заглядывать за ними гуляют как у себя дома и